Он из тех артистов, для которых профессия – это больше, чем просто работа. Это и смысл жизни, и сама жизнь. И его страсть к своему делу наполняет все созданные им образы настоящей, живой энергией. Он готов в любой момент кинуться в любые авантюры и отдать себя всего без остатки. Сегодня мой герой – заслуженный артист России Вячеслав Ишичкин. Вячеслав, здрасте, очень рада я вас видеть. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам на программу. Я страшно счастлива, что сегодня вы мой герой. А можно сказать, что я счастлив, что вы моя героиня? Знаете, единственное, что плохо, что вряд ли вам удастся меня сыграть. Зато я могу описать вас в романе. Вот за что я люблю свою работу – за то, что словами можно описать все, что угодно. Это правда. То есть слова – это такая волшебная история. Вот я хотела вас попросить описать словами Сочи вашего детства. Какой он был? Память детская, да? Она всегда... Ну, почему фильм называется «Когда деревья были большими» и так далее? Я приехал в Сочи. Уехал я оттуда в 1969 году. Уехал. Мне было 5 лет. Увезли, да. Мама депортировала меня из Сочи и в Москву. А в 18-е это я первый раз приехал обратно в Сочи. Я помню только одно. Когда я пришел на Кавказскую, 17 – это адрес, где я родился. Да, да, да. Я думаю, боже мой, какой маленький дом. Какие маленькие кипарисы. Какая лестница убогая, маленькая. А тогда, на ту пору, для меня кипарисы были огромные. Дом был огромный. А лестница – это просто не подъем. Да, да, да. Она вела в какое-то загадочное царство, состоящее из двух этажей. И вот эти детские вещи, конечно же, для меня Сочи – тот, он очень семейный, очень маленький, очень компактный такой, очень близкий. А родители чем занимались? Кем они работали? Папа, ну, он умер уже давно. Ну, и мы не жили сколько уж, 69-го года, когда мы уехали, так мы не раз. Ну, пересекались, но это не жили вместе. А не разошлись родители, да? Ну, конечно, да. Ну, конечно. Мои не разошлись. Нет, дело в том, что... Почему, конечно, потому что мы уехали из Сочи. Какого черта мы бы поехали в Москву из частного дома, если бы родители не разошлись? Ну, конечно же, поэтому. И родители, папа был и на телевидении, как инженер, и где-то еще. Как бы постоянного места работы у него как-то кого не было. Мама всю жизнь была в Минсельстрой, так она и отработала. Закончила управление делами президента. А вы один ребенок? Двое нас. Старший брат Юрка, он работает в Москве, здесь, представительство компании Boeing. Он там работает. Дядька умный, в отличие от меня. Тоже приличный человек. Нет, он как раз приличный, в отличие от меня. Вот, правильно, вот, правильно. Спасибо. Вот. Ну, я знаю, я знаю, кому надо эти все. Я хочу, чтобы мы фрагмент сейчас посмотрели из фильма, где вроде бы играет ваш папа. А вы скажете, правда это или нет? И папа ли там на самом деле? И тогда Хас Булат, чувствуя, что не может быть безлюбимым, Грузин, да. Решил покончить с собой и бросился с этой скалы в глубокое ущелье. Молодец, а? Угу. Хорошо стоим. Водку на память. Угу. Ой, вот бы он проходит гиппокататься, а? Конечно. Правда? Ну да, это мой отец. Вот ты, который рассказывает о Хас Булате. Да, на фуникулёре это «Дамы приглашают кавалеров», фильм называется. Он там сыграл вот эту эпизодическую роль. Совершенно случайно попал, я даже не знаю, как. А он в Москву наезжал вот к вам, к детям и к жене? Ну, хоть бы и бывшей. Нет, ну, самое главное, что он сначала слал посылки, за которые его проклинала моя бабушка, покойная, Анастасия Ивановна Тяпкина, Царствие Небесное. Она встречала посылки на вокзале. Тяжело. Что было в посылке для детей? Ну, тяжело же, ну, надо же. Нести. Первые бутылки пепси-колы, которые открылись в Новороссийский завод пепси-кола. Понятно. И вот 15 бутылок и белые тапочки домашние. Именно белые. И бабушка все время говорила, ну, что у тебя за отец, за идиот? Ну, зачем вот эти бутылки? По башке я бы прислал фруктов. Ну, она права в этом смысле. А мне нравилась эта пепси. Ну, конечно. И батя меня подсадил на это. Конечно. И это было круто. Я приходил во двор, открывал бутылку. Я говорю, ну, кто со мной дружит, то пожалуйста. Откребните. Мама моя. Простая русская баба, потому что отец ее по русской ветке, у меня же три крови намешаны в моем организме. Это грузинская по отцу, по отцу же греческая, и по матери русская. Вот у меня такой вот симбиоз. А дед очень хорошо зарабатывал. Иван Васильевич, он русский богатырь. Вот такого огромного роста был, выше вообще меня, ну, два метра точно. И косаясь, ну, просто замечательный. Голубоглазый, красавец был мужик. И он работал начальником модельного цеха. Это они делали из деревяшек штампы, по которым отбивались для самолетов жестяные всякие вот эти какие-то конструкции, фюзеляжные части там и так далее. И Туполев даже курировал эти вещи. И он зарабатывал очень хорошо. Но это не важно. Важно то, что он помог вами купить трехкомнатную кооперативную квартиру. И в эту квартиру как-то приехал отец. Какой год, я не помню. Ну, какой-то за 70 что-то. Но я был еще маленький. И они с мамой гуляли перед домом. А у мамы очень такая любимая была манера на ту пору всех москвичей, у кого-то еще осталось и сейчас, заглядывать в окна не для того, чтобы смотреть, что происходит, а какие люстры на потолке висят. И тогда в России, вот в Советском Союзе, была очень модная каскад люстра пластмассовая. 45,70 она стоила, по-моему. Запомнишь, я ненавижу этот завод, который я сделал. Потому что мы с братом мыли это. Это пытка. Это просто пытка. Вот эти вот слюдики, которые висят. Пластмасски мыть. Одну вешаешь, а та падает. И вот это вот идти налево, и все, и вперед. Ну вот, и значит, они гуляли с отцом. И папа сказал маме, Юля, а это наши окна горят? Наши квартиры? И маму это задело. Понимаете? Задело, потому что она была оставлена здоровым мужиком, который бросил двоих детей, двоих джигитов. Это было странно. Родня вся грузинская, по грузинской линии, называла его выродком, потому что... Ну да, так не делается, особенно на Кавказе. Мотив непонятен. Если бы мать была гулящая, пьющая, это... А это что? И взял русскую бабу в жены, и двоих мужиков, парней. Женщину с детьми, да? Да! Погодки практически наши. И старше, и младше ровно на год старше нас. С Юркой, с братом. Кошмар какой. Да вообще бред. Сивые кобылы, просто ужас. Вот, и поэтому, конечно, мама сказала, нет. Не наш. Очень поздно. Не наша квартира. Моя. И детей. Понятно. У него почему-то фамилия Ченчирики по отцу, моя. Ченчирики? Греческая. Греческая, конечно же. Все думали всю жизнь, что я еврей. Я говорю, да нет, я вот Ченчирики. Я грек. Я говорю, да ладно, грек. Ченчирики. И он, когда взял мой паспорт в Сочи, я был у него дома, он заказывал билет на самолет, и он открывает паспорт и видит, что я там Гришечкин по маме. Он говорит, а почему ты Гришечкин? Я так на пятую точку присел, и говорю, ну, мама там, понимаешь, как-то вот, был бы я Ченчирики, ну что, Ченчирики, это фамилия, там, твоя. Он говорит, ну, это же, типа, и твоя, потому что. Как же он сказал про Титова-то? Я сказал, а, я говорю, ну что, был бы ты Герман Титов. Тогда был космонавт. Да, конечно. Он говорит, есть только один Герман, Ченчирики. Я говорю, ну все, понятно. А он Герман, да? Он Герман, конечно. Ну я же Германович. А, вот прикол. В институте студенческие билеты, там пишут, кто ты есть. Я Вячеслав Германович. Красиво. Красиво. Сейчас будет еще красивее. Мне написали Вячеслав Гормонович. Прекрасно, да. Да? А что вы мне аплодируете? Это, по-моему, так здорово. Маша Аронова. Ой, моя другая. Маша, сколько мы с ней лет. Ну что сказать, Славка, это не друг, это не партнер по сцене, не партнер по кино. Но это какой-то человек из моего детства, из моей юности. Это мой родственник, можно даже так сказать. Гришечкин – это фамилия мамы. А вообще он Слава Ченчирики. Поэтому мне кажется, что вот эти отцовские корни, вот это ченчириковство, как я говорю, оно в нем проявляется, наверное, с рождения. Что меня поражало всегда в Славке – это его абсолютная многогранность и отсутствие, в хорошем смысле этого слова, тяжеловесности в работе. То есть он настолько быстро рожает образы, он настолько быстро придумывает свое существование на сцене или в кадре. Какая идея, какая-то, все, он уже знает, как он пойдет, он уже знает, как он будет говорить, какой взгляд у этого человека. А если ему еще помогут художники по костюмам, дадут шляпу или прикрепят нос, или наклеют какие-то усы, это вообще будет феерия. У меня есть пластинка Райкина, Аркадий Сакчев, посмотрите. Говорят, что вы прям его любили слушать, не знамо как. Любил – это не то слово, это просто до припадков, мелодия, боже мой. Такие раритетные вещи вообще. Аркадий Сакч Райкин, который не боялся говорить со сцены во времена Советского Союза, такие вещи. Идешь и смотришь, какая висит красивая дубленка на витрине, и думаешь, боже мой, неужели все это у нас в единственном экземпляре? За это могли посадить, а он не боялся. Знаете, когда Брежнев его встретил, как он получил театр свой, это есть легенда. И Константин Аркадьевич Райкин нынешний, и здравствующий, дай бог ему здоровья, не обидится. Если я немножечко солгу, перевру. Но это байка. И Брежнев его пригласил к себе, в кабинет вызвал. Аркадий Сакч приехал из Питера, из Ленинграда тогда, для того, чтобы получить здесь театр. И Брежнев очень любил анекдоты про себя. И он когда встал, значит, он встретил его, он сказал, ну, это хорошо, а давай расскажи мне анекдот. Ну и все, из-за анекдота он получил здание. А какой анекдот-то рассказал? Легенда умалчивая? Об этом истории умалчивая, да. Я бы мог, если бы я был писатель, я бы придумал бы художественное произведение. Придумал бы, рассказал бы там анекдоты в лицах и так далее. Но дело в том, что вот мой брат, он мне сделал две колонки, у мамы в спальне стояла Регонда. Известная такая штука, старшее поколение знает об этом аппарате. И вот этот проигрыватель и тераприемник. И брат мне сделал две колонки на кухню провел, звуковые. Почему? Потому что я учился во вторую смену в школе. И я утром оставался один дома. Я включал пластинку, шел в кухню, обедал. Там и под бульон, там или под борщ. Я слушал Райкина. И я ловил себя на том, это правда, я не придумываю. Сейчас не художественный вымысел. Да, а правда. И я ловил себя на том, что у меня капуста от борща застревала здесь, висела, капала на рубашку и ложка. И я вот так слушал его. Я в нем растворялся, обожал. Я выходил на сцену любого пионерского лагеря в пионерском галстуке. Белая рубашечка, глаженные шортики с линеечкой. Туфельки черненькие, ботиночки. Носочки беленькие, как положено. Я выходил и говорил, да простят меня мужчины, речь пойдет о женщинах. Это естественно, я холостяк не старый. Мне 18 лет, до 17-го года. Плюс 52, минус подоходный. Итого, я в профессии бухгалтер 69 с копейками. И так далее. Это, конечно, было очень... А мама в авиамодельный кружок вас направила, потому что дедушка на авиационном заводе работал. А брат, естественно, потом мечтал об авиации. Мечтал об авиации. И вы потащились, значит, в этот авиамодельный кружок поступать. Да. И поступили. Да. Я пришел в дворец пионеров и школьников, который был на ту пору, но сейчас там и есть, только сейчас на Воробьевых. На Ленинских горах. На Ленинских горах. Почему такой косяк плотный? Я думаю, ну, куда? Ну, конечно... Ну, в авиамодельный. Конечно. Ну, куда еще идти? Куда еще идти-то, конечно. В дворце пионеров. Туда же? Ну, я-то туда, я за ним, все, я за ними. Я за ними пристроился в авиамодельный кружок. Заходим. Вот такая аудитория, пример. Ну, может быть, чуть поменьше, поскромнее по размерам. И, значит, висят портреты какие-то, какая-то. Видимо, авиаконструкторов знаменитых. Вот это я так и подумал, когда я увидел Станиславского. Андрей Николаевич Туполев, да. Станиславский, висит портрет его, он в Пенсне, его знаменитая поза. И вот Ермолов стоит так, у него шлейф такой длинный. Я смотрю и так думаю, ну, я понимаю, что это авиамодельный кружок. Да, да, да. И мы так все сели, значит, и я оказался первым, потому что я зашел к последнему, а оказался к двери, я остался первым. Я смотрю, думаю, ну, мужик-то понятно. Конструктор. Конструктор Пенсне. Понятно, понятно. Ну, баба-то, куда она полезет с этим? Со шлейфом. Со шлейфом, куда она полезет? Да, да, да. Как это? Невозможно? Как это невозможно? Гришечкин, я. Сразу, значит, что? Ну, давай, мальчик, иди сюда. Это Беликович Валерий Романович покойный рассказал мне. Иди сюда, вставай. Я встал. А ему было на ту пору 25, ну, мне, значит, 12 лет разницы. Ну, да, где-то так. Ну, вставай, читай басню. Басню в авиамодельном кружке. Странно. Ну, я думаю, какую? Не знаю, Вороник где-то, бог. Прочитал он, не запнулся, он говорит, ну, хорошо. И наклоняется к Евгении Васильевне Галкиной. Она тоже как педагога, одна из старейшин. И во дворце пионеров она говорит, этого толстенького мне. Я думаю, ну, что, в гостях у людоедов просто. Потому что, ну, что это такое вообще? Назвать меня толстенький. Я всегда скрываю живот свой как-то, я так сказать. Вообще спортивный, красавец, конечно. Ну, все, меня зачислили в авиамодельный кружок. Я думаю, а последняя точка была, что меня полностью убедили в правоте моего выбора. И то, что правильно я пришел. Это он сказал, встречаемся 15 сентября в этой аудитории в 16... Как сейчас вспомню, в 16.00 иметь при себе спортивную обувь и спортивный костюм. Я думаю, вот оно! Да, 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 да. Ну, конечно. Ну, как оно? Все, значит, кеды, спортивные костюмы. Вот это... На двух струнах вот эта-то самая фигня. Я вышел из этой аудитории, и меня догоняет Тамара Кудряшова. Моя очень давнишняя подруга, с которой мы до сих пор... Она заслуженная артистка России. До сих пор играем в театре на Юго-Западе. Играем в одном спектакле. И знакомы мы с ней на секундочку уже больше полувека. Томочка догоняет меня. Мы учились в одной школе. Она говорит, Слав, привет, а ты как здесь? Я говорю, привет, Тамара. Я говорю, а ты что здесь? Ну, как всегда. А я вот-вот, а я вот-вот. Она говорит, а ты что вообще? Полный идиот. Я говорю, почему так грубо? Она говорит, ну, потому что это не авиамодельный кружок. Какой авиамодельный? Я говорю, что это? Она говорит, это тюм. Понимаешь, это тюм. Я думаю, что за аббревиатура тюм? Наверное, какое-то другое отделение. Театр юных москвичей. Все. Славик был одним из лидеров. Это было понятно. Он был душа компании, театра. Это был источник, вот Славик во всех был источник как будто смеха. Он настолько все рассказывал интересно. Это было что-то необыкновенное. Это какой-то был клоун. Репетиции не могли начаться. И когда Валерий Романович говорил, ну, все, все, давайте репетировать уже достаточно. Ржание стояло просто. Это был такой смех, что вот сейчас прошло столько времени. Я даже вот говорю ребятам, я так не могу вот сейчас смеяться, как раньше. Это был просто праздник. Мы всегда и на гастролях, Славик, Славик, ну посмеши, давай посмеемся, давай. Или в автобусах, или где-то. За ним просто ходили, он мог все что угодно, на каких-то разных языках, какие-то птицы, какие-то звери. Ну, он просто мог сразу кого-то скопировать. Это было счастье. Вот на него смотреть и вспоминаешь сейчас. Другого такого просто варианта у меня не было в жизни. Да, Боже мой. Тамара. Все у нас очень. Слав, а мама... Откуда вы все это надыбали из изображения? Ой, мы старались, правда, Слав, мы старались. Спасибо, так приятно. Мы вас ждали и старались. Спасибо. А мама, которая все-таки рассчитывала на то, что вы станете приличным человеком, да, узнавши, что вы поступили в тюм, она что сказала? Она сказала «вах». Как всякая грузинская мать по фамилии Гришечкина. Нет, мама отреагировала спокойно. Она просто мне сказала «сынок, сначала нужно получить профессию», как все. Мамы говорят актерам. Это правда. «Сначала получи профессию, а потом занимайся этой вещью, которая тебе нравится». Я сказал «мам», я говорю «ну хорошо, я получу профессию», сказал я ей. И когда я закончил этот тюм, и это уже был 79-й год, я поступил в театральный институт в ГИТИС. Мама не знала о том, что я иду поступать в ГИТИС. Да что вы говорите? Крест на пузе. Валерий Романович Беликович мне сказал, будешь поступать... А он учился на четвертом курсе на режиссуре у Бориса Ивановича Равенских, на ту пору главный режиссер Малого театра. Будешь поступать, поступай в ГИТИС. Я говорю «почему?» «Только в ГИТИС». Я говорю «мне щука нравится очень, например». Мне тогда модное очень училище было. Нет-нет-нет, только в ГИТИС. Ну, я понял его меркантильный интерес, и он хотел меня уже с измельства закабалить, чтобы я был всегда с ним, чтобы я был не актером. А он уже знал, что он режиссур, раз он учился у Равенских, естественно. Короче, я поступил в ГИТИС. Туманом. С первого раза? Вообще, с полщачка. Вот просто вот так. Я думаю, что мое наглое второе счастье, это точно совершенно. Вот я наглый. Я никогда не стеснялся и не стесняюсь. Мне абсолютно по барабану, грубо говоря, вот эти стеснения какие-то или что-то. Нет, это наглость. Я вышел на сцену в 79-м году, в июне месяце, перед днем рождения своего. Думаю, чего мне стесняться? Белякович стоит в кулисах за сценой. Это на экзамене, да? На поступлении. На поступлении, на поступлении. Костюм с отливом, который стоил в 145 рублей. Это помнишь, хорошо? Бешеные деньги. Бешеные. Да, у меня были коротко постриженные, как Райкинг. Я зачесался, что у меня осталось наверх. И волосы, и все. Мама моего друга мне подарила итальянские капли. Она работала в магазине «Березка валютная». И, значит, у меня капли были. Это очки. Ну, капли, очки, да, черные, да. Как Рэмбо. Я вышел, значит, на сцену. Весь такой прекрасный. Весь из себя сидит Туманов. Профессура. И я так снимаю очки. В карман. Все отработано. В общем, все было. Только не было маникюра единственное. А так все. Парфюм какой-то, красная Москва там. Да я, значит, стою. И он смехался. И там здоровый мужик. Бас такой. Он два метра в рост. Как мой дед. И он брал учеников таких высоких. А меня как-то случайно. И он сидит так. Ну да. А я стою, как дурак на сцене. Я думаю, что это такое за неуважение ко мне? Ну, что это вообще за наглость какая-то? Я весь напомаженный. В костюме. В костюме, очки. И он так, значит, сиделся. Видно, долго он устал крошки снимать, состава какие-то там что-то еще там. И он так, ну лениво, ну сколько можно смотреть этих идиотов, которые приходят. И он так на меня смотрит. И я на него смотрю. А я, значит, это мой мастер. И он говорит, а чего вы ждете, я говорю, голубчик? И я говорю, ну вообще-то, я вот не вру. Я говорю, вообще-то я жду тишины. Дурачок ты, Господи. После этого можно было просто говорить, голубчик, тишина на улице. Да, да, да. Вон выход на пи... Понимаете? А я вот сказал так. И он так встрепенулся. Он говорит, давайте тишину создадим. Он шепотом, ему не надо. И высорилась тишина. Вот я сейчас сказал, мне прям мурашки побежали. И я начал читать. Тимьяна Беднова в басне «Волк правитель» вот такая. Он ее выслушал всю. Тишина, муха летит. Вообще просто. Я обалдел. И я закончил читать. И я говорю, Василий Макарович Шукши. А я понимаю, что что-то... Происходит. Происходит что-то. Какая-то внутренняя, пуповинная. Да, 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 да. Что-то создается. Да, да, да. Я говорю, Василий Макарович Шукши. Какой-то металл первый пошел по горнилу. С сапожки. Он на меня смотрит, он говорит, Достаточно. Садитесь. Молодой человек. А на калюкве, значит, он... Оскар Яковлевич Ремис говорит, Какие пьесы Островского вы знаете? И я вдруг выдаю от зажима... Ну, Островский, это же... Как это? Не в свои сани не садись. Не было ни гроша. Не все коту масленица. На всякого мудреца довольно простоты. Доходное место. Доходное место. Бешеные деньги. И говорю, он вдруг алтын. То есть, я оттуда не был ни гроша. Там оставил пьесу. А сюда прибавил. А сюда прибавил еще одну пьесу. Чем больше, тем лучше, я знаю. Ну, они там все грохнули, конечно же. И когда меня Оскар Яковлевич спросил, Какое музыкальное произведение вам больше всего нравится? Я хотел ему сказать, Бонни М, но думаю, не поймет. Я говорю, Лунная соната. Я что-то где-то когда-то слышал. А об этом произведении? Да. Он говорит, прекрасно. А в чем исполнении? Вы больше любите слушать. Я нашел дурака. Большого симфонического оркестры. Ну, я их убил сразу, потому что это для фоно. Да, да. И вот для меня это вот такие вещи знаковые были. Но это вот про институт, про наглость мою, про второе счастье мою. Мы же за одной партой еще сидели. Он приходил, снимал ботинки, пиджак. Вешал его. Так вот, расстегивал вот так пуговицы до сих пор. Клал в парту сигареты. А делать совсем нечего. То есть, если человек не учится, ну, ему же скучно. То есть, все лежит сигарет, лежат, все, ботинки стоят. Значит, он нашел где-то бритву. И впереди у нас сидел Максим наш, криво-шеф прекрасный. И начал вот по одному стежку на пиджаке. Пиджак же ему там вот так. Чтобы он не заверял. И когда Максим встал, а он так руки носил в карманы так вот, в пиджак. И вот так вот он пиджак. У него распорол до воротника. Он абсолютно, в этом смысле, беспредельный был. Ничего не боялся. Ему не стыдно было ничего. Ничего угодно сделать на улице. Я, когда рядом с ним находился, мне страшновато было. Я хочу сказать, что Битис не самый захудалый вуз на свете. А, скажем, прямо вполне себе передовой. Серьезное очень учебное заведение. И выпустившись, вы почему-то отправились в театр на Юго-Западе, а не в Малой, или в Амхат, или в Театр Моссовета. А из-за Беляковича, из-за того, что чувствовали себя обязанным? Конечно. Однозначный ответ. Однозначный ответ. Моя мама была против. Она восставала, бунтовала против театра на Юго-Западе, моего участия в таковом. Я ее понимаю. Да, потому что она считала, что все это самодеятельность. И как она разуверилась в этом. Потому что театр на Юго-Западе, это целая эпоха в театральном движении Советского Союза. Да, да, да. И там артистов прекрасных полно. Конечно же. Конечно, это Белякович. Это его потворная рука. И он это сделал. Он забрал вас к себе. Забрал. Оторвал от матери, от пуповины с корнем. И сказал, вот ты будешь здесь. И большое ему спасибо, потому что тот репертуар, который я сыграл в Театрном Юго-Западе, никакому Альпачино, никакому Белучино... Да, я понимаю. Это мировой репертуар. Я понимаю. Он, наверное, раз полез в метро, значит, менять деньги, пятачки эти, изображал у себя больного мальчика. Что у него там что-то свело вот так вот. Вот. А в силу того, что вот эта вот его внешность, с этой вот прической, с его, этот костюм школьный. И вот он туда, значит, вот эту мелочь, туда ей. Значит, сгреб. Не сгреб, а высыпал сначала. Тетенька так сидит. А мне же неудобно. Я так, кончай, кончай, не нужно. Ну, неудобно. Люди уже смотрят. А он поварился, говорит, хи-хи-хи-хи. Она высыпала эти пятачки. И опять такая клешня туда, значит, в эту штуку. В дырку, в дырку. И он начинает собирать. А неудобно, потому что у него не все функционирует там. И вот все стоят, ждут. У меня вот там прям льется с меня. И там женщина сидит, она не знает, помочь ему. Что с этим делать? Поэтому у него вот эти все вещи, которые, они на такой, знаете, грани, что ты вроде бы должен смеяться, но тебе очень страшно. Стыдно. Почему стыдно-то? Ну, стыдно, потому что я перебарщивал с этими этюдами, хотя я очень это любил. Мне кажется, это такая прям природа актерская, нет? Ну, это актерская природа. Но я один раз вот женщину довел просто до припадка, до истерики, потому что, ну, до приступа, очевидно. Я понял, как себя чувствует человек, у которого начинается сердечный приступ. И я решил это сыграть. И я шел и думаю, как же мне надо сыграть это вот интересно. Вот от яда я умирал в этюде. От сердца еще. Как же это так? Вот играет. Вот Смоктуновский там у Козинцева в Гамлете. Это, 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 это. Все не то. Не подходит к этим. Я есть им в предлагаемых обстоятельствах. И вдруг, и что-то, и помню, что видел девочку, у которой был инфаркт, порок сердца врожден, у нее синие губы. Думаю, значит, губы, вот это ощущение. И вот это все-все-все-все-все-все-все пошло. И подбегает женщина, которая достает пузырек стеклянный с нитроглицерином, она открыть не может руками, ногтей нет, и она понимает то, что каждая секунда промедления смерти подобна. И она открывает его зубами, она ломает стекло, режет губу, у нее кровь, но она мне достает таблетку, засовывает мне под язык, я эту таблетку сплевываю, чтобы она не видела. И смотрю, и начинаю плакать, потому что я понимаю, что я совершил подлый поступок, и я не имел права этого делать. Потом осознание пришло, да, и, в общем, для меня это был удар, просто удар. Я понимаю. У Станиславского есть относись к простой стене, как к золотой, да, вот простая стена, и она золотая, эта стена. И чего? А ничего, уже не пописываешь на угол, на золотую стену, наверное. К примеру, я так грубо сразу концентрирую. И то же самое в актерской жизни, это вот этюды. И я шел по переходу от Военторга, тогда был на Сложи, на... На Манежной площади, да. Да-да-да, от Кассы Кремлевского. И до Военторга наверх, и туда Большой Кисловский Гитлес. Я когда выходил наверх, я смотрел на библиотеку Ленина. Дождь, не дождь, фасмурная, снег, не важно. Я выходил, полной грудью набирал воздух, выдыхал и говорил, господи, спасибо тебе, что я живу на этом свете, как мне хорошо, как мне радостно, спасибо. И это я нарастил у себя внутри. И каждый раз, выходя сюда, я недавно был там, сколько лет прошло. Я выхожу из перехода, думаю, типа, если что-то не пойму, а что мне так хорошо-то? Что такое вообще, я как бы иду вообще по другим делам. Я иду в институт устраиваться на работу, в ГИТИС. Мне так прям дышится легко, так хорошо. И я вспоминаю, что это тот рефлекс, который я в себе нарастил. Сейчас, секунду, подождите. То есть это можно в себе выработать, слава? Распитать, да. Подождите, секунду. Вот эту любовь к жизни, потому что в вашем случае, господи, как хорошо, снег, не снег, дождь, не дождь, ветер, не ветер, но вот эта привязка к месту, вот это Федор Михайлович Достоевский, вот библиотека Ленина, я живу, как хорошо. То есть это можно... Легко. Легко. Просто, как Задорнов говорил, Саша Невесный, один из любимых сатириков и драматургов, он говорил, что американцы тупы, а не сильно тупы, потому что получается глупость. Понимаете, они их неправильно воспитывают. Oh, I'm fine. I'm, глядя в зеркало, ну полный вперед. Ну да. Понимаете? I'm fine. I'm looking so good. И так... Чтобы я про себя сказал, что я прекрасно выгляжу, глядя в зеркало, да я 150 дефектов на это сразу, одна бровь выше, это глаз больше, асимметрия и так далее. Ты вообще какой-то толстый урод, вот я на себя смотрю в зеркало. Ну вот, ну нет, я про себя, про себя. А я про себя. А не надо про себя, вы прелесть, не надо. А и вы прелесть. Ну, а значит, а как надо? А надо, надо в каждой ситуации, в каждом объекте, будь то объект одушевленный предмет или неодушевленный, неважно, искать положительное. Ну почему в ненасте, допустим, ветер дует в тебя, а ты говоришь, какая красота, какая прелесть. Опять я это воспитал до Станиславского, до того, как я поступил в институт. А почему? Объясню. Я шел, из подъезда выходил, шел сразу в варку, в доме, и там получался такой рукав и сквозняк в жутки. Аэродинамическая труба, да. Совершенно верно. И ветер юго-запад, и это дует так, что просто караул. И вот, пожалуйста, я вам просто показываю наглядно. Вот такой мелкий шкет, вот мелочь, да, пузатая, с рюкзачком там ранится, я уж не помню что. И вот школа там, через яблоневый сад надо идти, а вот эта вот труба, это самое страшное место. И я шел вот так вот, согнул, я помню, ветер в морду, шапка вот так. И я шел и говорил, врешь, не возьмешь, советский солдат. Вот, понимаете, сейчас это вызывает улыбку. А в армии, когда я служил, мне это очень много помогло. Почему ветер? Да хорошо ветер, это очищение. Вот этот дождь, это дождь очищения. Так, я хотела спросить вот о чем. Это меня страшно заинтересовало, вот когда я к программе готовился. О театре в городе Волжский. Где вы? И где город Волжский? И что там за театр? Зачем вы в это ввязались? И вообще расскажите, о чем эта история? Нет, я сейчас скажу, почему я так вздохнул, потому что у меня много мыслей. Вот зачем вы в это ввязались, как бы, да? Вот опять-таки, вот действительно, зачем я в это ввязался? Как бы спрашиваю я себя сам. Да. Мы сидим с Ивановым Толиком, а это мой товарищ. Он играл Ромео, а я играл не Джульетту, спокойно. Все говорят, не Джульетту. И думают, во, пошутили. Я думаю, нет, это ниже Плинтуса вообще шутка. Я играл Меркутсо. Хорошо, я так не пошутила, могла бы. Да. Вот, я играл Меркутсо. И мы жили с ним в одной гостинице и работали вместе очень долго. Мы сидим на балконе у него дома в городе Волжском в пятиэтажном доме у его родителей на пятом этаже. Жара дикая. У нас банка пива трехлитровая и лещ. О, прекрасный набор. Это замечательно. В жару в городе Волжский это на пятом этаже. О, это гениально. Вы там были, что ли? Нет, я просто это представляю. Ну вот, вы сейчас дождётеся, я побегу за банкой, за лещом. И мы, значит, сидим и отдыхаем, как Станиславский Немирович Данченко в Славянском базаре в ресторане придумали создание МХТ. Но как бы то ни было, мы сидим и рассуждаем о жизни, за жизнь, говорим. И Толя говорит, а давай здесь сделаем театр. Я говорю, ты что, с дуба рухнул? Какой театр здесь в Волжском? Я говорю, как? Он говорит, а что, твоя морда сейчас открывает любые двери. Да, да. Сказал он. Он был прав. Он говорит, надо только прийти к Воронину, к мэру. Я пришёл и открыл двери ногой, и Воронину говорю, как вам не стыдно? Вы, я говорю, мэр города Игорь Николаевич. Вы вообще, что ли? Вот что, у вас в городе, такой город, первостроитель ГЭС, ТРПР, 8ДР, а у вас нет театра, сказал я. Игорь Николаевич удивился. А он мужик с юмором, он говорит, почему нет? Ты же приехал, значит, есть. Надо дать ему должное. И он сказал, говорит, пожалуйста, делайте, ребята, театр, ради бога. Поехали завтра, в час дня будет машина у вашего подъезда, и поехали смотреть здание для театра. Нифига себе, это где-то. Нифига себе, да. Где-то в Москве я получил бы такой карт-бланш, да? А от сколько лет ему театру, этому слову? А, 10 лет я отруководил этим театром. Да что вы, держится он? Да, сейчас самые мои ученики, конечно. Конечно же. В Орю Суде просто так получилось, как волжане говорят, так получилось. Я говорю, вот там студент опоздал. Я говорю, ну почему ты опоздал? А он говорит, ну Вячеславович, ну так получилось. И так на меня, как будто я виноват. Ну вот, вот так получилось, короче говоря, что я закончил руководить театром и уехал в Москву. Но в итоге театр работает, существует, они делают спектакли, очень хорошие спектакли, молодцы. И вообще давно пора уже сюда повесить знак народного артиста России. Ой, я за. Давайте. Ну это все, я шучу. Алексей Викторович Пиманов сейчас немного о вас расскажет. Слава, конечно, оказался моим человеком, потому что он очень такой... Ну настоящий. Он настоящий артист, потому что он, понимаете, он не с холодным носом это делает, не с холодным сердцем. Он включается так, как надо включаться. И на самом деле мне было с ним очень легко. Когда вот он идет в начале кино, идет по Кремлю, у него такая проходка, когда он узнает о том, что Сталин умирает, что можно, все его время пришло. И он идет по Кремлю, по этим залам. И он придумал там очень много... Там надо, во-первых, видеть его глаза, видеть его сжимающиеся кулаки, видеть вот эти нервные движения, которые он сам придумал. То, как он спотыкается на лестнице, это все вот такие вещи, из которых и роль состоит обычно, из которых она делается. Вот, поэтому мне было с ним очень легко. Он очень мощный артист, он очень сильный артист. Я бы никогда не взял его на эту роль, если бы я во время разговоров с ним не почувствовал, что он... Что он и такой тоже. Спасибо. У вас была какая-то навязчивая идея, связанная с Берией. Вы хотели сыграть этого человека. Всю жизнь. Почему, Слав? Откуда я знаю? Откуда я знаю? Вот хотел и все. А Пиманов почему сказал, что он никогда бы в вас его не разглядел, этого Берию? Что в вас было такого, что ему не показалось? Я на ту пору... Вот сейчас я вешу 97. На ту пору я весил 87. Ну, худой, то есть. Прямо вот такое вытянутое лицо было. А Алексей Пиманов мне говорит, давай сделаем видеопробы. Раз, два, три. И он говорит... Я поняли, говорит, не могу, что происходит. Ну, я не понимаю, актерски ты меня устраиваешь на 100%. Все нормально. Ну, что в тебе? Ну, я не знаю, он говорит. И вдруг у него глаза загорелись. Вдруг. Ну-ка, сними шляпу. И я снимаю шляпу. Он говорит... Фу. Ну, все, утвержден, слава богу. Оказывается, вот это длинное, почти эллипсообразное лицо. Греческое, я бы сказала. Маслинные глазки живые, как зверки. Вот это лицо и это шляпа. А шляпа на конус, на черный уходил. Да, да, да. И совсем... То есть это такая костюмная история, да? Костюмная история, абсолютно. Он говорит, у Лаврентия Павловича было вот это. Понимаешь? Да, 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 это правда. Это даже видно на портретах. Да. Я тоже пришел к художнику по костюму и говорю, сдай мне рубашку. Не 42-го мой размера, а 40-го. А, чтобы она вот тут все перехали красиво. Да, он говорит, ты задох. Я говорю, давай. И мы пришили специально сильно пуговицу, сильно пришили, чтобы не оторвало. Чтобы складка была. Да, я сделаю вот так. И еще нагибал голову. А Пиманов это дело просек. Он говорит, Слава, подними голову, тебе трудно говорить. Я говорю, ничего, ничего, нормально. Так хорошо? Я говорю, Леша, только не выгони меня. Берия мой. Так нормально? Ну и все, хорошо. Ну вот так вот мы и снимали. А потом я поправился. Он мне сказал, поправься. Я говорю, нужно для актера сказать, поправься. Сказать, похудей. Да еще что. Нормально и так. Сделайте ремень какой-нибудь такой плотный, чтобы утянуть живот. А сколько раз вы его сыграли? Я не считал, но где-то раз шесть, не больше. Берия? Да. Давайте посмотрим кусочки. А это не их лаборатория, товарищ Старин. Просто какой-то лейтенант принес прототип этого прибора и показал. А они его вытолкнули в шею. Ага, так он к Микояну прорвался. Настырный. А ты что, не знаешь? Нет. Во как. Данилен, ставленник твой. Руки тебе целовать должен. А он что? Он Лаврентию доложил. Ну и что? Жив твой Микоян. Армяне вообще живучи. Что с этим дерьмом делать? Расстрелять? Ударил по лицу полковника. Какого? Полковника Косачева. Что? Косачева? Какой он тебе полковник? Я его лично приставил генералу. С этой минуты ты у меня не ешь, не спишь. Ты землю роешь, как крот. Ты ищешь. Ты найдешь мне этого Тарзана. Из аптеки доставишь в пасхальной упаковке мертвым или очень мертвым. А еще кто-то есть, кого до смерти хочется сыграть? Я вот могу сказать, знаете, говорят, ну, знаете, я вот есть категория артистов, которых я просто не люблю. Просто не люблю, вот честно, откровенно не люблю. Вот начинают врать нагло. И говорят, это особенно касается женского состава, допросят меня милые женщины. Вот это излишнее кокетство, оно не нужно, оно наносное. Зачем? Начинают что-то придумывать себе и так далее. А если еще и мужики попадают под это дело, то это вообще полный шандец. Вообще просто кошмар. И вот, ну, понимаете, вот судьба не сложилась, и так получилось, что я не сыграл Гамлета. На самом деле я очень хотел бы сыграть в силу того, что бред сивый кобыл. Я хочу играть все, что я могу успеть сделать. Все. Это я понимаю. Эту мысль я понимаю прекрасно. Больше ничего не надо. Хоть кого? Королева так королева. Абсолютно. Дед Мороза так Дед Мороза. Каждый персонаж, каждый реган. Людоеда так людоеда. Если вдруг кому придет снимать в голову кота в сапогах, вы были бы прекрасный людоед. С удовольствием. Наполеон. Фу. Светлана Сергеевна, сейчас уже старовато для него, но можно еще успеть. Светлана Сергеевна Дружина снимает фильм «Тайны дворцовых переворотов», где играю Ягужинского, генерал-прокурора. Я сижу перед зеркалом, в гримерной мы сидим. И она говорит, слушай, вырисичкин, так, опершись на мою лысину. Это так смешно. Но она казачка донская, она прелесть. И она так опершись сверху, а у нее руки такие большие, красивые. Она очень любит перстни большие. И она так шлепни так на бошку. И так дзинь, мне там больно. Она говорит, слушай, а ты ведь Наполеон. И все, боль ушла. Я говорю, ну вот, видите, ну так надо снимать. Я говорю, что мы только Ягужинские, Ягужинские. Слава, спасибо вам большое за встречу, за то, что с вами так интересно. От всей души я желаю вам Наполеона-прокурора, который раньше был в шестой палате, да? Да, да, да. Короля. И больше всего на свете я вам желаю, чтобы вот выходя из этого перехода у Ленинской библиотеки, да, вы говорили, господи, как хорошо жить. Так и будет. И вам того же желаю. Спасибо. Вячеслав Гришечкин, мне показалось, обладает редким качеством. В нем есть искренность намерений. Он умеет хотеть, он умеет прямо говорить о том, чего он хочет, и устремляться к этому безоглядно. Это делает его интересным собеседником и человеком, в которого хочется верить.